ЮКАГР ЮКАГР, как всегда, насыщенно. Вот здесь каждый год, что интересно, появляются новые тренды, новые идеи. Очень интересно. И мне особо понравилось воплощение технологических идей алтайскими машиностроителями, когда посевной комплекс, так собрали лучшие технологические идеи, мировые воплотили в комплекс. Очень интересно, да. Разнообразие, конечно, у нас была определенная стагнация. Это технологическая мысль, связанная с санкциями. Сейчас разнообразие и то, как восполняется дефицит технологии и техники радует. Вот в целом на таком позитиве самая радостная выставка, которая за последние пять лет связана с определенными событиями. Нам отрадно, что на Кубань приезжают фермеры, причем передовые фермеры с разных регионов России. Ну, на мой взгляд, это, наверное, основная выставка в России, которая проходит. И мы очень рады, что она именно на Кубань проходит. Во-первых, на удивление много людей, потому что было как? Так, я вчерашний день начался с мероприятия с минсельхозом, и потом в 11-12 мы вышли, а людей уже толпа. Просто такая толпа, даже ходить не можешь. Это удивляет, с одной стороны, и радует, с другой, что все-таки интересно, хочется. И несмотря на все сложности, аграрии приезжают, ищут варианты, ищут новые возможности, и как развиваться. Это хорошо, это правильно. Мы представляем здесь свой стенд уже третий раз. Компания Кубань Хлеб является производителем семян сельскохозяйственных культур. Мы предлагаем вам семена озимой пшеницы, селекции Национального центра зерна имени Лукьяненко. Также семена кукурузы, лен, горох и подсолнечник. Сегодня мы можем по праву гордиться тем, что программа импортозамещения, о которой говорит президент, она в деле воплощается в нашей компании. Мы полностью обеспечиваем семенами себя. Наш холдинг мы, кроме этого, готовы обеспечить в ассортименте и хорошего качества семенами сельскохозяйственных производителей не только Краснодарского края, Юго-России, но и те регионы России и страны ближнего зарубежья, наших партнеров, где данный семинар районировали. Вы знаете, мы приехали на Юг Агро и решили поставить свой стенд только по одной и той же причине. В прошлый раз у нас не приняли вещи в гардероб. И нам нужно было место, куда мы все это сложим. А если серьезно, я все время наблюдал, какой идет движняк на Юг Агро. Мы приходили, нам было очень интересно, в первую очередь, деловая программа. Мы здесь встречались, обменивались мнениями. Вот так, как сегодня это произошло на конференции СОКО. И очень для меня показательно, что на Юг Агро не едут просто так. Едут люди, которым это интересно. Едет каждый фермер, каждый хозяин, едет со своей животрепещущей проблемой. И мы решили, что нам пора уже рассказывать про нашу работу с семенами пшеницы, про наш совместный сорт с Краснодарским центром зерна, национальной центром зерна имени Лукьяненко. Что нам пора рассказывать про то, что мы можем делать с СОИ. У нас 635 гектаров интенсивного сада. У нас уже 20 тысяч тонн хранения. У нас холодильники с контролируемой средой. У нас прекрасные яблоки, которые отличаются из-за курской магнитной аномалии. Кисло-сладким вкусом. У нас необыкновенный вкус. И мы заложили собственный питомник, потому что из Италии яблоки не едут. Из Сербии яблоки едут слабо. Поэтому есть свой сад, питомник. Я надеюсь, будут скоро саженцы, не только по двое. Самое главное, наши новинки, это наши сорта. Это наши сорта. Ава, Алекса и Аврора. Это три новых сорта, которые были включены в прошлом году. Это новейшие наши сорта. И мы их представили, мы их обкатали. Они показали прекрасные результаты первый год в производстве. Мы обратились к технологии искусственного интеллекта и попросили по описаниям, подробным описаниям хозяйственно-ценных признаков каждого сорта составить картинку. И вы видели эти картинки, они опубликованы в нашем каталоге, есть на нашем сайте. Во всяком случае, никого равнодушным они не оставили. Для меня лично самым большим достижением в этом году была СОЯ. Потому что мы поставили локальный у себя производственный рекорд 39,6 центнеров с гитарой, без полива. И на круг убрали 32 центнера, кто тоже хорошо по СОЯ. Это личный такой наш рекорд. Достижение есть, да. В этом году, как ни странно, как погода бы не была такая, она жесткая для этого года. У меня урожай пшеницы, который, да, вышел весь полностью вокруг больше 80 центнеров. То есть были у меня года там 72, 76, да, как-то. Но по этому году, когда она была, ну, очень, как бы, непредитабельная вначале, и потом такой экстремальный, как бы сказать, урожай сразу, я сам не понял, как так? Ну, вроде бы казалось, ну, что ожидать? Засушливые условия жесткие пошли вообще. И в конце раз, не знаю, конечно, что это помогло. Может, совокупность многих действий, которые еще были до этого сделаны, не знаю, ну, вот для меня пока, да, урожай вот этот, который появился. Теперь хочется не оставать. Сорта, вот как ни странно, все сорта, которые были Таня, Алексеевич, Юка, стиль 18, вот, ну, я всем стараюсь, как бы, линейку так остановиться, хоть и небольшая площадь, но стараюсь, как бы, смотреть на них. Вот все они дали, грубо говоря, от 80 и до 80, где-то, наверное, 9 или какая-то такая. То есть вот это вот. Так что вот в этот раз у меня в 24-м году вот такая, как бы сказать, заслуга. Ну, и минус кукуруза ничего, можно сказать, не дала. Так что и плюсы, и минусы есть. И белая полоса, и черная, как сказать. Я второе поколение фермеров, отец с 91-го года, фермерское хозяйство. Ну, традиционно хозяйство зерновыми занималось. Ну, вот уже в рамках ассоциации и ее коммуникации у нас, как бы, появились хорошие возможности поставок овощной продукции в сеть. Вчера у нас первые машины моркови и столовые свеклы уже разгрузились в распределительном центре Краснодара. А сегодня должны разгрузиться в Кропоткинь. Уже вот морковь, свекла – это для нашего хозяйства новая культура. Мы ее никогда не выращивали. Но урожай хороший. Убрали пока не всю морковь. Но, надеюсь, все-таки погода позволит нам это сделать. Застяжение нашего хозяйства в 2024 году, я считаю, это высокий урожай. Азима пшеница. 67 центнеров круг. Азима пшеница. С горохом, конечно, не повезло чуть-чуть. Сказались нам заморозки. И получили, можно так сказать, скудный урожай гороха. Эрзагра – это в первую очередь уровень специалистов. Потому что высокими урожаями может похвастаться разное. Разное, разное хозяйство. И фермера, и крупные холдинги. А именно специалистами и уровнем этих специалистов не каждый. Ну, наши достижения – это мы единственная в России компания, которой удалось преодолеть полный запрет Китайской Народной Республики на ввоз на ее территории Семянсой. И мы передали наши сорта на государственное сортоиспытание. Официально. В Китай. Кроме того, мы передали наши сорта в такую страну, как Иран. Это тоже немаловажно. Мы нашли там себе партнеров. В этом году мы добавили два новых региона, две новых локации, где мы сою никогда не выращивали. Это Ульяновская область. И это Республика Марий-Эл. Кроме того, мы получили впервые в производстве шикарные результаты в новых регионах, таких как Башкирия. В производстве 30 сантиметров с гектара сои для Башкирии это очень хороший результат. 24 с половиной центра для Иркутской области, где соя является, в общем-то, наверное, культурой, надеждой на улучшение положения дел в растении в мусоре. Достижений у нас много. Каждый год объемы производства, ну, в этом году мы остались на предыдущем уровне, объемы продаж у нас растут минимум на 20%. Главное достижение Завагра в 2024 году увеличили площади в два раза. Даже, я бы сказал, почти в три. Ну, то есть план был в три, но немножко сдержались. Это самое главное. И мы идем вперед, мы увеличиваем объемы производства, мы увеличиваем участки гибридизации, мы растем, мы увеличиваем линейку гибридов. Научная работа удвоилась, скажем так, результативность в этом году. То есть очень много чего мы достигли по этому году. Пять сезонов готовим семена различных сирхозкультур. Ячмень, пшеница, кукуруза, подсолнечный горох, соя, лен. Мы можем подготовить на нашем производстве, на наших двух уже заводах, достаточно хорошего качества, с нужной массой тысяч семян, с необходимой гостовской чистотой. И каждый год наша компания во главе с руководителем нашим Николаем Константиновичем Лоцмановым мы вводим все новые и новые технологии. Вот в этом сезоне мы запустили склад-холодильник для длительного хранения семян на 1520 палетомест, тем самым обеспечивая правильное хранение. Мы установили сушилку вороха семенного с предварительной подработкой. И под сушкой, если к нам приходит ворох, с повышенной влажностью. Линию установили, подсовки новые. Ну и в планах в следующем сезоне увеличивать складские помещения, для того, чтобы все больше привлекать наших клиентов, оказывать им услуги для подработки семян на нашем комплексе и на нашем высокотехнологичном оборудовании. Главным достижением, наверное, то, что предприятие продолжает работать и у нас все-таки получается в него инвестировать. У нас есть возможность дополнительно расширять площади, брать в аренду земли, частично покупать, ну и частично обновлять технику. Пока это получается. Загадал бы, чтобы солярка стала дешевле. Почему именно это шло? Без солярки у нас техника не работает. И очень большие затраты идут на солярку. Ну, в первую очередь, это чтобы себестоимость производства продукции и сельскохозяйства снизилась. Техника, средства защиты растений, да и те же самые семена, они значительно подорожали. Темп рост высокий, так скажем. Цены на реализацию продукции, они отстают. Это вы прям меня врасплох застали. Сейчас, сейчас, сейчас. Мудрости нашему руководству. Сейчас очень непростое время. Никакое решение правильное, непонятно. Вот мудрость я бы пожелал тем, кто всем этим заправляет. Здоровье мне и моей семье. Все остальное с работы. Ну, терпение, наверное. Просто садоводством можно жить и нужно. Это хорошее, это интересная отрасль. Пусть садоводы продолжают любить нашу отрасль и пусть будет удача. Все-таки под Богом ходим, пусть меньше катаклизмов нас касаются. Если бы природа сильно нас, как бы так, не била, вот, то было бы лучше. Поэтому пусть джин поработает и меньше катаклизмов нам приносит. Как крестьянин, да, у кого не хватает дождей, чтобы вовремя пошел дождь, у кого они лишние, чтобы вовремя было солнышко, а все остальное мы постараемся сделать нашим трудом и умением. Здоровье всем тем фермерам, механизаторам, агрономам, которые несут ту идею, в которой мы живем. Нас очень мало таких людей осталось, которые живут этим делом. Дождь – это погода, дождь, он придет. У кого-то дождь идет, у кого-то нет. А вот здоровье и пусть те знания, которые люди приобрели, пусть они делятся с молодым поколением. А мы берем на себя ответственность продолжить их дело и страну снабжать хлебом. Ну, скорее всего, отменить пошлины, а так вообще сделать Россию сильнее удвоит население. Там, где есть достаток и жизнь в сельских населенных пунктах, с точки зрения демографии, гораздо ситуация лучше. Вопрос достаточно глубокий и достаточно интимный, потому что каждый из нас хочет, чтобы вот его проблемы, которые его мучают, его достают, которые портят его жизнь, они, в общем-то, разрешились. Вот, я думаю, если это будет, неважно, что там, какие сферы, значит, захватывает это. В аграрной сфере свои проблемы есть. Кому-то дождя не хватает, кому-то не хватает хорошего настроения, кому-то солнышка, кому-то какой-то помощи, допустим, финансовой. Или семян, допустим, вот, есть эти проблемы, да, действительно, там, вот, кому-то не хватает силы оптимизма. И вот хочется, чтобы у людей появились эти силы преодолеть все проблемы, которые, и все вызовы, да, вот, современные, которые у нас, вот, случаются. Хватило силы духа, вот, хватило веры, хватило надежды, ну, и хватило любви, чтобы каждый человек, ну, с любовью относился и к своей работе, и к жизни, и к окружающим людям, и к природе в том числе. Субтитры сделал DimaTorzok